Самая главная проблема это люди, их мышление, их этикет, их нравственность, которая идет, как мне кажется, от воспитания. И если люди красят место, и даже если есть какие-то проблемы, когда люди счастливы, когда они излучают какую-то позитивную энергию, то даже несмотря на какие-то проблемы, люди могли бы объединяться, как-то быть счастливыми и решать эти проблемы. А у нас, к сожалению... Мы должны жить, и нет какой-то этикета так такового в головах у людей. Все вдруг стали урбанистами и обсуждают, как принять западный опыт по созданию каких-то идеальных городов. И идеальные города люди называют, что нужно общественное пространство, создавать творческие кластеры с милыми, добрыми людьми, якобы вот это все исправить ситуацию. Но мне кажется, важно ответить на вопрос не как это сделать в Москве, а почему это происходит на Западе. И ответ, как мне кажется, очень прост. Если брать аналогию с парамидой Маслоу, то в какой-то момент там базовые потребности в городской инфраструктуре были удовлетворены. Хорошие дороги, ровные тротуары, вывозится вовремя мусор, газон, и все прекрасно. И появляются добрые, прекрасные люди, которые говорят, а давайте мы привнесем в этот чистый лист современное искусство, сделаем модное общественное пространство, поставим какой-нибудь, не знаю, арт-объект на площади. И здесь, собственно, появляемся мы с своим дом-двор-дороги и предлагаем базово навести порядок в городе, а потом уже думать о том, как сделать его комфортным, удобным с точки зрения, не знаю, внешнего какого-то облика, смыслов. Громида Маслоу, она не существует отдельно и послойно. То есть сначала не заполняется нижний уровень, потом второй, потом третий. Это все в целом существует как данность. И у нас всегда есть потребность в прекрасном... Нельзя перескакивать на следующий уровень, не удовлетворив вот, извините, мусора, что вы возили в городе вовремя из Урна. Ну, это все должно быть гармонично и должно сосуществовать все вместе. Многие люди просто не знают, что можно как-то жить по-другому. Правильно. Тебе дают выбор на неделю посмотреть, что бывает вот не только такая еда, бывает вот такая, бывает не только такие развлечения, а такие. Бывает еще вот такое кино, такие проблемы, такие решения. Ты просто смотришь, и дальше уже твой выбор. Ты будешь так жить и на нем. Вот мы здесь и открылись другу, потому что есть некое... Сейчас мы сформировали некую среду. Мы могли также встретиться в автобусе, просто не знаю, другу мы посидели и молчали. Хотя при этом у нас сейчас два часа дискуссии, да, будет, и мы все приятно общаемся, улыбаемся друг другу. Ну, как бы, вот. Спасибо. Спасибо.